Доброе утро, друзья! В общем, я нахожусь в больнице. Но это я не болею, ничего страшного. Просто решила провериться. Сделать, короче, полный. Провериться, в общем. И вот, направили на анализы разные. Это, конечно, будет анализы сдавать 22-20, что мне сказать. Прямо куда я иду? Я никогда по лестнице не ходила. Что-то я, по-моему, уже прошла. По лестнице никогда не ходила. Всегда на лифте. В общем, а вон же написано целое. Все, еду туда. Блин. В общем, у нас нормально народу, так знаете. В общем, сейчас пойду быстренько заберу Чарли. У меня еще есть время. Я даже освободилась быстрее. Вышла пораньше. В общем, еду за Чарли. Вот так нужно вставать в лифте. Только три человека, видите? Так что... Даже не ожидала, что так быстро управлюсь. Обычно приходишь, когда в больницу, тут еще сидишь три часа. Ну, тут быстро все прошло. Так, все, пошла. Видите, сколько народу. Пошла я за машиной. О, как здорово. У меня как раз клиенты сегодня есть. Я их немножко, как говорится, подвинула. Вот. Ну, все замечательно. Иду. Как раз думала, Чарли дома оставлю, потому что не успею. Но нет, все успела. Кто рано встает, тому бог подает. Пока, кстати, сидела у врача. А их там две. Два врача. Один врач, в общем, и врачиха, да? Женщин и мужчин. И он, пока она мне там выписывала все анализы. И разговаривали они, типа, он такой, ой, мне в 10.30 идти на прививку. Ну, а я же интересна, мне же интересна. Я такая, от короны? Он такой, да. Я говорю, ой, блин, я бы сейчас тоже себе уже сделала ее. Говорю, ноги против, а я говорю, за. И он такой, ты делай. Типа это. Ну, в общем, когда уходила, говорю, удачи. До свидания там, спасибо, говорю, удачи. Он так засмеялся. Молодой парень. Так что, вот так. Ну, нас только прививают сейчас медперсонал. Ну, вот. Такие вот, которые... Ладно, поехала я домой. У соседа тут дискотека. Наверху. Зажигает. Ясно. Маруся, раз, два, три. Это я к тому, что я приехал домой без телефона. Я вот на работе забыла. Ну, блин. Так что придется ехать. Сейчас поем. Перекладываю кашу. Кстати, очень вкусная получилась каша. Малаша. С тыковкой. Захожу, как я выхожу на машину, думаю, что-то как-то в сумке легко. Удивительно. Конечно, телефона-то там нету. Чего ей тяжело это быть. Ну, ничего. Сейчас поеду зато. Вкусная такая. О, сейчас поставлю, чтобы выгреваться это. Прогуляюсь там по пляжу. Кстати, Соловрине у нас сейчас открылось. У меня сегодня была клиентка, мама нашей мэрши. Проходила мимо. Ну, как проходила мимо. Она не проходила, наверное. Тоже забыла маску такая. Блин, я маску забыла. Пойду, говорит, домой. Я говорю, у меня есть. Я вам дам. Тебе дам. Здесь все на ты. И, в общем, у нее сегодня день рождения. Оказывается, ей 74 года. Я говорю, отмечать будьте она. Я никогда не отмечала свое день рождения. И вот. Блин, ну как ее открыть? И к чему я это вообще говорила-то? Вообще не знаю, к чему я это говорила. К тому, что надо ехать за телефоном, блин. А, ну что, вот Соловрине открыли сегодня. Она говорит, слишком рано. Я говорю, да какая разница. Все равно же рядом все города закрыты. Поэтому открыто Соловрине, закрыто. Разницы абсолютно никакой нет. Муж вчера, кстати, купил. Смотрите, он сейчас тут себе поналожил. Смотрите, сейчас покажу вам. Он, значит, вчера в магазин сходил, купил. Но я такого вот не покупаю. И он купил, значит, себе хамон. Это вот как сальтисен, в общем, будин десердо. И вот ветчина. У меня аж слюни текут. Вот это вот обожаю просто. Вообще все люблю. Сок себе купил. Вообще я соки-то вообще никогда не покупаю. Ну, соки, там один сахар в них. Он тут себе понабрал. Говорит, я тебе ветчину купил. Это вот очень вкусно. Это сделано из мяса голов свиных. Ну, у меня там котлетки жарятся. Смотрите, какая у меня вкусняшка. Жареное яйцо, яйцо, котлетки. Всем приятного аппетита. Ну что, поехала опять на работу за телефоном. Вы знаете, только сейчас я поняла, села в машину, что если меня сейчас остановит контроль какой-нибудь, ну ладно, тут нет, целобрение открыто. Ну, теоретически. То мне даже им показать и доказать-то это никак не могу, потому что мне там я по работе, потому что все в телефоне. А телефон на работе. Я опять сейчас в машине посмотрела, думаю, вдруг он тут у меня где-то выпал. Ну нет, я часы смотрю, они не соединены мы с моим телефоном, потому что внизу недоступом, внизу недоступом, внизу недоступом. У нас сегодня как-то пасмурно, но зато ветра нету. И то хорошо. В общем, сейчас, знаете что, морюшку посмотрим, как оно там. Родненький мой. Тут припарковалось плохо. Две минуты заняло. Вот видите, где, около гаража. Счастье мое. Пойдем на пляж сейчас гулять. Сейчас такое время, время сиесты. Детский сон. В обеденный. И поэтому здесь вообще никого нету. Там вот какие-то англичане, наверное. У них собака такая большая, но добрая. Вот. И все, больше никого нету. Все спят. Одна я. Без телефона как-то скучно. А еще я, знаете, что переживала. А вдруг он у меня где-то... Ну, всегда есть какие-то сомнения, что... А вдруг он у меня не на работе, а где-нибудь непонятно где. И вдруг или сперли, или еще что-то. И пока вот он у меня в кармане не оказался, я не успокоилась. Потому что я не помнила. Положила в сумку, не положила. И у нас, знаете, сегодня прям похолодало. То есть, если вчера было 25 градусов, то сегодня 19-18. И ветер такой прям свежий. То есть, сразу заметно, что, в общем-то, не май месяц. Какие-то 5 градусов, а так заметно. И прям холодно. Ой, а что-то здесь... Обычно здесь караваны стоят. Ну, в основном, я уже рассказывала много раз, что туризм вот на караванах. Это вот англичане. Ну, Британии. С Британией. С Британией едут. Вот тут постоянно стоят. А сейчас что ты... А там что за... Ай, смотрите, там замуровали. Видите? Чтобы никто не ездил и не ставил караваны. Ну, надо же. Вообще, это парковка. Парковочные места на лето. На пляж. Фу, женщина, наверное, курит. Прям ветер весь на меня. И вот зимой вот здесь караваны стояли. Там замуровали и все. Перекрыли им ход. В общем, вот такое сегодня море. Небольшой такой ветерок. Здесь Чарльд. А вот, постоянно. Ей, смотрите, такой сидит смешной. На паухе. Здесь никого. Гулянье хочу, называется. Красота. Буду дышать морским воздухом. Вот видите? Всегда такое происходит, что не бывает худо без добра. Ну, если ты человек позитивный, наверное. Когда, если думаешь о чем-то хорошем, то вот, видите, телефон забыла. Зато приехала вот на этот пляж. Я давно здесь не была. И прогуляться можно. Скоро лето. Будем купаться. Класс. Да, Чарли? Ты рад? Да. А вот это все наносит штормом. Вы знаете, я даже довольна. Ну, как довольна. Ай. Как бы смотрю вот на этот мусор и вижу, что это, как сказать, органик, да, органический. Нет каких-то бутылок там, все. А просто вот какие-то палки там, ветки. А всяких там бутылок нет. И это как бы радует, что, может быть, люди опомнятся и не будут выбрасывать в море все, что не нужно. Раз уж я освободилась, быстренько пойду отнесу 2 рубля в русский магазин. Долг платежом красен. И прошмыгнусь по центру. Что дома-то сидеть? Хотя я бы посидела, кофейку бы выпила. Эх, было бы с кем. Я бы сейчас села. Я не люблю одна в барах сидеть, кофе смаковать. Мне как-то не по кайфу сесть одной и пить кофе. Что-то как-то нет. Вот если бы с девчонками, то да. А так одна не отяпнула бы. Ну ладно. Буду прогуливаться. По идее, все должно в 4 открываться, потому что в 6 уже нужно нам закрыться. Кровь из носа, как говорится. Ну видите, время уже около 5, а народу что-то вообще никого. Да, грустненько. Наконец-то я дошла домой, заварила себе чай. Ой, в русском купила. Аскорбинку, знаете, так в карман бросить. Вкус детства, ностальгия. И конфетки. Конфетки. Это даже не больше, не конфетки, а, например, вот этот чернослив в шоколаде. Это курага в шоколаде. Вот. А это вот какие-то новые, она сказала, с кокосом привезла, не знаю. Ему уже вот такую одну дала попробовать. Ну вот я вот так вот. Я же много раз говорила, я сладкоежка. Я после обеда всегда должна есть что-то сладкое. Ну, две конфетки возьму. Не сейчас, уже на завтра. Поэтому я ем, но после обеда мне обязательно нужен чай с конфетками. У меня вот разные, смотрите. Сколько разных вкусняшек тут. Кстати, надо разобраться тут. Тут купила вот эти. Такая фигня на постном масле. Ой, тут и шоколадки, и мармеладки. В общем, чего только нету вообще. Что не съем, то надо откусываю или как-то. Ой, блин. Все что ли. Вроде бы все. Помните, шоколадки покупала? С ментой. Мятой. Вот они. Шоколад разного вида. Что было, друзья? А как? А вдруг мне что-то захочется? А у меня нет. У меня даже, вот смотрите, манго сушеное есть. Представляете? Есть вот такой розовый шоколад. Пастилу, помните, покупала в русском языке? Ой, языки, в русском языке. Ой, вот такие вот очень вкусные. С Лидола на Рождество еще их продают. А у меня еще есть разные шоколадки. Короче, тут как это. Все есть. Жрать только все некогда. Точнее время-то есть, но ладно. Конфетки с ликером. Ну вот это я, наверное, мне кажется, храню-храню, но мне кажется, что я это выброшу, потому что мне это не нравится. А сейчас чай. Пустой. Попью. А, я еще семечки щелкаю в русском, который купила. А они, зараза, потом так пить хочется от них. Мама, не горюй. Вот хожу, пью. Так, ладно. Так вот русский сходила называется. Я говорю, 2 рубля тебе принесла. А к 2 рублям еще, блин, на 4 взяла с лишним. Невыгодно, говорю, к тебе ходить. Сейчас маленечко полежу, грибы пожарю. Знаете, с чем хочу? С гречкой сделать на завтра. Грибы с гречкой. Лучок поджарить. Вкусно же будет. Нет, по-моему, гречка там есть. А то, блин, опять придется идти. А невыгодно. Пошла я отдыхать. Вкусный чай. Ой, какая красота. Смотрите. И на камере еще не так. Прям красное-красное. Солнце там садится. Красота какая. В общем, я пошла. Эта машинка стирается. Пойду повешу. Сейчас тепло на улице. И никто это не вешает. Ой, не вешает. Не зажигают уже камины. Я, знаете, вот так вот включаю свет. Потом забываю его выключать. И потом на следующий день прихожу, а у меня свет тут горит. Блин, пипец, капец. Так что вот, буду вешать белье. Вот тутерра. Подписывайтесь на мой канал. птички поют там все еще красота все друзья сегодня у меня все хотя нет я пойду купаться в душ приму голову помою с вами я прощаюсь до завтра все вам самого на лучшего всем пока пока